Заброшенная могила врачей в Пришахтинске перестала быть таковой. Активисты облагородили погоста теперь просят благоустроить весь парк в этом районе Краганды. О супружеской паре Цитковских, стоявших у истоков зарождения медицины в Шахтерском городе, расскажет Светлана Фарина. Тлюбек Жумагулов работает в многопрофильном стационаре, расположенном вблизи парковой зоны бывшего больничного городка в Пришахтинске. В 83-м году мужчина трудился в третьей городской больнице. Каждый день ходил мимо захоронения. Спустя много лет парк превратился в городскую свалку. Но благодаря неравнодушным людям территорию очистили от мусора, а могилу врачей облагородили. Мы обнаружили, что здесь исторически находилась могила двух врачей, основателей вот этого парка. И решили все-таки, надо восстановить историю здесь, все восстановить могилу, потому что, чтобы разрушена была, обшита металлический корпус, ну, корпус был металлический, и, видимо, сдали куда-то металлолом. И местными активистами мы здесь сделали уборку хорошую и решили заняться, согласно программе «Рухани Жангру», сейчас каждый занимается изучением истории, кто культурой, кто историк, кто политической историей занимается. Мы решили заняться проблемой медицинской, вот, историей медицины вот данной местности. Марьян и Вера Цитковский были похоронены по своему завещанию в парковой зоне возле больничных бараков, где они работали в 40-е и 50-е годы прошлого столетия. Супружеская чета была репрессирована и выслана в Казахстан из Украины. В больнице Новой Тихоновки супруги организовали стационарную и амбулаторную медицинскую помощь. В годы войны готовили медицинских сестер для фронта. Марьян Цитковский также организовал в Караганде одно из первых в стране специализированное отделение по глазным заболеваниям. В центре города находится вот могила, не на кладбище, а вот в парке, да, вот, редко в каком городе такое есть. И все-таки я считаю, что нужно поставить какой-то монумент, ну, если не, вот, ну, этим врачам, и можно вообще всем репрессированным людям, потому что мы, этот, при Шахтинске, сюда много очень репрессированных людей ссылали. И поставить монумент памяти всем людям, которые были созданы и репрессированы. К слову сказать, в планах у сотрудников многопрофильного стационара открыть комнату памяти врачам Цитковским. Светлана Фарина, Дмитрий Оборок, Николай Шевелев, 5 канал.